Привет! Сегодня мы с вами говорим про профилактику остеопороза. Я медицинский психолог-нутрициолог. Все, что я говорю на этом канале, это все про моих клиентов, либо вообще, в принципе, про жизнь. Напоминаю, что причина развития остеопороза не дефицит кальция. Многие об этом не знают. Есть данные о негативных последствиях приемов добавок с кальцием, поэтому будьте осторожны. Они не только не помогают остеопорозу, но и не уменьшают количество трещин костей. Здесь нам нужен витамин К2, который может снизить инфаркт и инсульт. Прием кальция и витамина Д не особо актуален, потому что если кальция слишком много, то он превращается в яд. То есть такой токсин. Избыта кальция ядовит для клеток. Лишний кальций закупоривает артерии и блокирует суставы. То есть избыток кальция приводит к определенным проблемам, например, молочно-щелочному синдрому. Это понятно. При остеопорозе потеря костной массы и бывает также действительно достаточно серьезная история, которая связанная с хроническим стрессом. Ешьте здоровую пищу, чтобы получать все нутриенты. Это хороший источник кальция. Это листовая зелень, качественный органический сыр от коров травяного, от корма. Пусть все прямо сейчас, все те, кто против сыра, против кисломолочных продуктов, просто поаплодируют. Потому что я считаю, если вы на моем канале, то я говорю, как я думаю. Я думаю, что это абсолютно хорошая история. И другой момент просто зависит от качества самого продукта. Еще один момент. Остеопороз в менопаузе. Но это можно... Ребята, к этому можно ко всему придраться. Поэтому, если вы будете внимательны, то здесь нужно витамин D3 и СК2 по анализу принимать. И, напоминаю, не делать переизбыток кальция. Потому что бывает спутанность сознания, психоз, отказ почек и смерть просто у человека, у которого переизбыток кальция. В этом ролике я сняла то, что хотела вам показать. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу.